Так, Лена, смотри на Юлю, но подбородок чуть-чуть на меня. Юля, ты как всегда шикарно. Так. Чуть-чуть еще на меня, чуть-чуть подбородок на меня и вниз. Да, взгляд на Юлю. Да. А теперь давайте сделаем что-нибудь более провокационное. Давай, Юлька. Без мост. Ага, стоп. Давайте. И да. Да. Еще стоп. Еще и... Так, и еще и... И да. Да. Ну, давай это посмотрим. Класс. Да-да-да, все, хорошо, договорились. 9.30 я буду у тебя, все. Все, замечательно. Благодарю. Благодарю. Взаимно. Счастливо. Девочки, бусинки мои. Я был на студии, альбом готов. Это будет Голуба. Он точно взлетит. Молодцы. Я же говорила, что так и будет, не зря. Мы столько времени убили. Но-но-но, только не убили, а потратили на пользу проектор. Завтра в 9.30, чтобы были у меня как... Ох, а пока 10 минут отдыхаем и продолжаем фотографироваться. Все. Как думаешь? Может, так попозируем? Нет, мы не будем так позировать. Все, это осталось позади. Ты это знаешь. Я не понимаю, что ты делаешь. Да ладно, прикольно же будет вспомнить. Перестань, я сказала, хватит. Ладно, я же пошутила. Ты куда? Я пойду в гримерке отдохну, хорошо? Одна. Здравствуйте, Лена. Меня зовут Владимир Казаков, я продюсер. Наверное, слышали обо мне в СМИ. Я хотел бы с вами встретиться в ближайшее время. У меня есть к вам деловое предложение. Здравствуйте, Лена. Большое спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Если честно, я обычно никогда не соглашаюсь на подобные встречи, потому что наш с Юлей продюсер против. Но сегодня почему-то решила сделать исключение. Очень хорошо, что вы сделали исключение. Сама судьба ведет вас по правильному пути. Чай, кофе. Спасибо, не надо. Давайте сразу к делу, хорошо? Лена, я давно слежу за вашим творчеством. Еще до того, как вы стали частью группы Бусы. Я всегда замечал у вас что-то необычное, яркое. Такие люди, как вы, рождены быть в центре внимания, быть на сцене. Я буду краток, Лена. Раз вы пришли сюда, значит, вы что-то слышали обо мне, о моем продюсерском успехе. Значит, вы знаете, что я работаю только с сольными артистами. Отлично. Я буду краток, Лена. Я вижу у вас большую перспективу. Я предлагаю вам сделать сольную карьеру под моим продюсерством. Будем писать песни, альбомы, гастролировать, выступать на телевидении, на радио и еще много где. Но теперь в кадре будете только вы. Поверьте, Лена, вы этого заслуживаете. Подождите, что сольная карьера, я правильно понимаю? Я, конечно, всегда мечтала о сольной карьере, но а как же Бусы? Как я буду успевать и там, и здесь? Я и сейчас разрываюсь с нашим графиком. Как это будет происходить? Как вы себе это представляете? Вот-вот, Лена, вы разрываетесь ради проекта, в котором вы половинка. Половинка успеха, половинка дохода, половинка перспективы, которой вы достойны. А здесь все будет только вашим. Но учтите, Лена, как только вы подпишете контракт, вам из группы придется уйти. В общем, надумайте, подписывайте, звоните. Подождите! Тут не о чем думать. Отлично. Оля, наконец-то. Вы скорее придевайся у нас, полдесятого встречи, создателя по поводу нового альбома. Видите все? Мы поговорим на пять минут. Что случилось, Лена? Что такое грустно? Юль, я... Я должна тебе кое-что сказать. Это очень важно и очень серьезно. Говори, я тебя слушаю. Юль, я вчера встретилась с продюсером Владимиром Казаковым после фотосессии. Подожди. Ты же знаешь, что Ваня запретил нам даже переписываться с продюсерами. Юль, я вчера подписала с ним контракт. Я... У меня будет сольная карьера. И... Я завтра улетаю в Москву. Чего? Лен, ты шутка такая? Если это так, то мне не смешно. Ты знаешь, что я переживаю по поводу... Жди, ты плачешь? Значит, это не шутка. Лен, ты... Как же наша группа? Как же бусы? По договору с Владимиром я должна буду покинуть бусы. Мне очень жаль, но... Правда, очень жаль. Значит так. Ты нас кидаешь. Меня, Ваню, всех нас, которые 24 на 7 перерабатывали, чтобы чего-то добиться, так? Юль, поверь, мне было очень тяжело принять это решение. Ведь это моя карьера, это мое будущее. Сама подумай, сольная карьера. Это то, о чем все мечтают. Долго думала? Ты подписала контракт, день встречи, Лена. Значит, вот как ты ценишь нас. Лично мне к черту не сдалась сольная карьера. Мы с тобой, бренд. Пойми. Я сказала то, что должна была. Пожалуйста, уважай принятое мною. Уважай? Да? Лена, ты кинула нас. Уничтожила. Ты понимаешь это? Я считала тебя своей подругой, Юль. Я думала, ты обрадуешься за меня. Ты ведь тоже не пропадешь. У тебя тоже будет сольный проект. Хватит. Просто молчи. Не надо мне это говорить. Тебя это не оправдывает. У нас же скоро выход нового альбома. Нам лучше позже это обсудить. Если ты сейчас выйдешь из этой гримерки, все закончится. Ты меня слышишь? Весь этот проект, весь этот успех, все это будет зря. Ты придашь всех. Включая меня и Ваню. Ты этого хочешь? А? Ответь! А ты меня не отпускай, Твоим я солнцем буду вечно. Любви мы выпьем целый рай, Безудежной и бесконечной. Хочу с тобой всегда, везде, Была сгорать, купаться в счастье. Я хотела жить, я хотела помнить, Меньше говори, дай себя наполнить. Хочу с тобой, везде, 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 везде. Я с тобой готова, мне пора домой, но с тобой и дома. Пусть с тобой не те, мы с тобой другие. Умнишься, бедна, всюду говори. Но ведь мы с тобой все на свете сможем, Просто быть со мной, Холодком по коже. Холодком по коже. Но ты меня не отпускай, Твоим я солнцем буду вечно. Любви мы выпьем целый рай, Безудежной и бесконечной. Хочу с тобой всегда, везде, Была сгорать, купаться в счастье. Бери меня любить и царь, Утоник мне насыпной страсти. 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 Да, дорогая. Да, Викуся вернулась с учебы. Сейчас я ее покормлю и приеду, все обсудим. Хорошо, Юлечка, на связи. Только не забывай, Что выступление на радио очень важно. Мы давно добивались этого эфира. Поэтому... Да, да. Поэтому мы будем стараться. Да, ну давай, все, Я тебе перезвоню попозже, хорошо? Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Лена, Лена, все нормально? Что с тобой такое? Ты что, дорогу какая-то потежная? Все нормально, Ген. Ты же знаешь, как на меня влияют все эти перемены в жизни. Ну да, понимаю. Спустя столько лет вернулись в Петербург. Мам, не переживай, все будет отлично. Мы здесь будем еще счастливее. О, послушай сына. Сын врать не станет. Ладно, пойдемте посмотрим наш новый дом. Да, Саш, этот курс нельзя недооценивать. Он позволит нам увеличить наши навыки по языку программирования Python. Курс бесплатный, провелится 14 дней. Такое предложение доступно только раз в году. Мы не должны его упустить. Я под друга согласна. А когда он начинает? На начало курса будет 16 марта в 17.30 по московскому времени. Надо быть там без опоздания, потому что записи не будет. Хорошо? Хорошо. Ладно, давай потом поговорим. Мне в магазине надо. Ну хорошо, тогда мы будем на связи. Курс, еда почти готова. Хорошо, мам. Ладно, давай пока. Давай, на связи. Викуся, ты сейчас разговаривала о своих каких-то курсах по своим компьютерным делам, которые будут у тебя 16 числа в 16.30. Я правильно тебя услышала? Да, мам. Представляешь, компания Изэджи Диджитал делает бесплатный курс по Python. И там будет все, начиная от лекции от директора компании, заканчивая мастер-классами с лучшими сотрудниками. В общем, этот курс вообще нельзя... Да, это все я поняла. Только я надеюсь, ты помнишь, что у тебя 16 числа в 4 часа вокал, а в 6 часов у тебя психолог, да? Ну, мам, может, это можно как-то попозже... Нет, Вика! Понеси. Мы с тобой тысячу раз говорили о том, что все занятия во внеурочное время. Ну, мама, ты меня не понимаешь. Этот курс, он проходит бесплатно только раз в год. И я должна обязательно на него пойти, потому что потом... Вика! Ты не пропустишь ни вокал, ни психолога. Уж я об этом лично позабочусь. Ну, мама, ты опять меня не понимаешь. Ну, этот курс, он не индивидуальный, он коллективный. И его нельзя перенести, как все твои секции. Вика, твои преподаватели слишком уважаемые люди, чтобы я переносила их занятия из-за твоей чепухи вот этой. Ну, мама! Все, Вика, нет, я за едой. Вика, ты куда? Вика! Ну, что, проходите. Лена, свет включай. Вот как-то так. Пап, ты знаешь, здесь вполне неплохо. Мне кажется, здесь даже лучше, чем в Москве. Значит, я сделал правильный выбор? Однозначно. Ну что, сынок, как тебе, нравится квартира? Да, мам, понравилось. Но я хотел спросить кое-что. Спрашиваю? Все. А Ира сегодня придет же? А, ну понятно. Конечно же. Оксана приедет. С собой привезет. Свою дочку. Это хорошо. А то у меня совсем нет друзей в этом городе. И классно, что Ира переехала с нами. Ты не забывай. Оксана мой продюсер. Куда она? Туда и я. Соответственно, ее дочка тоже. Да. Да. Почему ты мне вечно все обламываешь? Мама! Я не упущу этот шанс. Я не хочу пройти этот курс. Почему ты не понимаешь, как это важно? Как это для меня важно. Почему ты платьешь? Что у тебя случилось? Все в порядке. Это от холода. Ну да. Здесь и правда холодно. Может, тогда тебе перебраться в помещение? Там потеплее будет. Например, тебе домой. Нет. Не надо домой. Я здесь посижу. Ну почему? Что случилось? Ты очень замерзнул. Тебе нужно домой. Вставай, а ты заболеешь. Мне нельзя домой. Ладно. Видимо, с домом связана твоя печаль. А куда тебе можно? К подруге. Саша. Пойдем, я тебя провожу. Не надо. Это далеко. Это на работе. Я тебя одну не оставлю. Ты вся дрожишь. Пойдем, я тебя провожу. Привет, Окса. Привет, Лен. Ну как добрались? Спасибо, отлично. Немного задержались пробки, сама понимаешь. Да, конечно, знаю. О, Ира, привет, моя хорошая. Привет. Привет, Витя. Да нормально, ну, непривычно только. Ну, конечно, она первый раз в этом городе. Ей еще жить и жить здесь. О, Ира, привет. Я так по тебе соскучился. Иди сюда. Привет, я тоже скучала. Ничего нет. Да, пойдем покажу тебе комнату. Здравствуйте. Здравствуй. Лен, что случилось? Я что-то не то сказала или что? Ты же знаешь, как на меня влияют все эти обстоятельства. Провал альбома, отказ издателя работать с нами. Все очень плохо. Что даже пришлось в Питер переехать. Да, срочно что-то менять. Я надеюсь, ты понимаешь, что это не хуже меня. Лен, конечно, понимаю. Я активна, как никогда. Постоянно общаюсь с заказчиками. Более того, у меня к тебе отличная новость. Сегодня мне позвонили из одной компании. И у них есть интересное предложение для тебя. Какое же? Они хотят снять рекламу в виде песни. Потом записать клип. Ну, в общем и целом, примерно все так. Подробности я не смогла узнать. Но сегодня, к 8, они ждут нас в офисе. Поедем? Конечно, поедем. Оксана, ты умничка. Я горжусь тобой. Господи, ну куда же ты подевалась? Приди домой. Поговорим с тобой. Любишь ты маму заставлять нервничать. Да, Жан. Слушай, давай чуть попозже тебе перезвоню, хорошо? Да Вика куда-то исчезла. Не знаю, пытаюсь ей дозвониться. А потом будет поздно, Юль. Нам встречу назначили на сегодня. Хотят предложить новый проект. Причем за высокую плату. Приедешь? Ладно, приеду. Да. Главное, что Вика до этого времени вернулась. Где твой дом? Там. Вика, ну что ты себя так доводишь? Опять с мамой поссорилась. Почему сразу ко мне не пришла? Она вся замерзла и нужно погреться. Ну да, ты прав. Держи ключи, поднимайся. Я в магазин, а то дома голяк. А где она была-то? В парке на улице матроса-желетника. Она на лавочке сидела и плакала. Да, совсем себе не жаляет. Ладно, спасибо большое, что привел ее. Да нет, за что. Я в магазин, а то Вика ждет. Пока. Слушай, что-то недолго. Все нормально. Да все нормально. Забыли документацию, предложение. Пошли принести, скоро будут. Ну ладно, хорошо. Извините за ожидание. Документики искал. Не страшно. Давайте начнем. Давайте начнем. Андрей, вы можете рассказать поподробнее о вашем предложении? Что за проект? Московский проект? Нет, петербуржеский. Дело в следующем. Нам нужно будет сделать рекламу для сайта знакомств. Нового. Подразумевает запись песни, съемки клипа. Денег выделяется значительное количество со стороны сайта, поэтому гонорары будут хорошие. Да вот, в общем-то, документацией можете ознакомиться. Донорар космический, Лен. Смотри. Хорошо. Андрей, а можно подробнее? Что за песня? Сольная хоть? Песня будет про любовь, как ни странно. Все-таки это сайта знакомств. Здорово. Ну, а я одна пою в этой песне? Андрей, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я одна буду петь? Нет, не одна. Будет дуэт. В смысле дуэт? Андрей, вы неужели не знаете, что я даю предпочтение больше сольным проектам? Разве она не предупреждала? Я не против. Но от кого желание заказчика? Поэтому и гонорары такие большие. Ничего не понимаю. Ну ладно. С кем я должна петь? Такс. Вот теперь мы подошли, как наконец-то, к главному вопросу, рассказать о котором будет не так, но просто. Ну, почему же? Не просто вы можете ответить? С кем я буду петь? В договоре об этом ни слова. С кем должна петь Лена? В общем, не знаю, возьмёт трубку или нет, но Жанн, надеюсь, всё будет нормально. А вот и вторая вокалистка, с которой по желанию заказчика вы должны будет совместно записать песню. Юлия Орлова. Заказчик хочет, чтобы вы спустя 20 лет вместе спели слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова